А сейчас, оставшуюся часть первого отделения, я хочу посвятить еще одной теме, которая в последнее время в моей жизни играет очень большую роль. Я тут несколько лет назад прочитал в одном журнале интервью, выдающегося композитора современности, Эндрю Лоди Леббер, автора таких бессмертных хитов, как Иисус Христос, Суперзвезда, Мюзикл Кошки, Фэнтомов и Опера. Ну, его мелодии вы знаете наверняка, он действительно выдающийся композитор 20-го и теперь уже 21-го века. Вот он пишет интервью. Самая большая беда моей жизни заключается в том, что не я сочинил язык. И я его понимаю. Потому что мало того, что не я сочинил язык, я еще не Эндрю Лоббер. Но я подумал, ну и что, собственно, что я не Эндрю Лоббер, ну и в мире есть очень много хороших песен, почему я не могу их спеть? Потом понял, почему я не могу их спеть, потому что они написаны на иностранном языке. Но проблема не в том, что я его не знаю. Проблема в том, что зачастую его не знают и зрители. Ну, наверное, немногие из вас знают, скажем, португальский. Итальянский, наверное, знают больше. Я не знаю ни того другого. Поэтому я решил перевести несколько песен с итальянского и с португальского, которых не знаю. Для этого я попросил людей, которые их знают, сделать не очень тщательные, точные подстрочники. Я не буду сейчас подробно останавливаться на истории этих песен. Каждая из них меня чем-то поразила. Вот одна из них меня поразила своей невероятной совершенно простотой. Я услышал ее в художественном фильме, который назывался «Французский поцелуй». Я остановил видеодиск, просто вы даже прослушайте ее еще раз. Я не поверил, что можно в 20-м, а сейчас уже в 21-м веке, потом я выяснил, что песня была напишена в 20-м, можно было сочинить совершенно гениальную песню на трех годах. Вот на трех. Потом, правда, наступил припев, там появилось еще два. Всего, как оказалось, пять. Ну, шесть. Но это дело не меняло. Я выяснил, что совершенно гениального человека, который сочинил эту песню, да и много других песен, зовут Павла Конте, ему сейчас около 80 лет, он по-прежнему выступает, он по-прежнему собирает огромные двухтысячные, трехтысячные залы и стадионы, открытые площадки. Да вы знаете его песню. Это он почти 40 лет назад сочинил. Песня, с которой стал очень знаменитой Черентан. Песню, которую я хочу сейчас спеть, я постарался перевести по подстрочнику, сохраняя стилистику итальянского деления на слоги и отношение автора ко всей картинке слоговой этого стихотворения. По количеству слогов все очень похоже. Песня называется «Виа конне», и, как мне сказали люди, знающие итальянский, на русский это переводится как «прочерть, а скорее вместе со мной». Я решил, что для русского названия это слишком длинно. По-русски песня называется просто «вместе». Песня «все»